Быть ли переговором? С началом полномасштабной войны одним из главных вопросов был и остается переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией. Но позиции двух сторон менялись с ходом войны. Чтобы понять позиции всех сторон, следует проанализировать все заявления, начиная с 24 февраля 2022 года. Первый день полномасштабного вторжения. Первые человеческие жертвы среди гражданских. Украинский президент готов к диалогу, чтобы остановить убийство. Мы не боимся говорить с Россией, не боимся говорить обо всем, о гарантиях безопасности для нашего государства. Второй день полномасштабного российского вторжения в Украину. И еще весь в надеждах о быстром захвате Украины. Путин демонстративно отказывается от любых переговоров и самоуверенно бросает обвинения в адрес украинской власти. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Несколько недель спустя, когда количество жертв и разрушений кратно выросло, Зеленский уже недипломатично снова заговорил о переговорах. Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. С другой стороны, вместо ответов ракетные удары по жилым домам. Справедливости ради стоит отметить, некие переговорные процессы таки были. Диалог был между двумя делегациями в Турции весной. Результата достигнуть не удалось. Ракетные атаки, обстрелы, убийства со стороны России не прекращались. Кардинально все поменялось после известий о кровавых преступлениях россиян в Ирпине, Бородянке и Буче. С террористами переговоров не ведут. Украина перестала запрашивать диалог именно с того времени. Затем последующие неудачи России на фронте и уже между угрозами там начинают намекать на готовность к переговорам. Мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Дальше Украина становилась в этом вопросе все более радикальной. Гнев украинского народа рос так стремительно, как и список российских военных преступлений. Зеленский сделал заявление о том, что готов говорить, но только с новым президентом Российской Федерации. В Кремле этим временем еще раз намекнули на диалог. И после на то время нескольких российских отводов войск говорил Путин уже без угроз. Ну, как можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Украина, накормленная различными договоренностями с Российской Федерацией, которые Россия никогда не выполняла, решила положиться на вооруженные силы. Никаких диалогов без полного вывода российской армии с территории Украины на границе 91-го года. Вчера они говорят, мы готовы, Украина не готова. И сегодня они запускают по нам 54 ракеты. Они сумасшедшие, они больные. О чем говорить? Как с ними разговаривать, если они запускают по нам 54 ракеты за день? На официальном уровне в Соединенных Штатах Украине дают право выбора. На неофициальном – все двояко. После отвода российской армии из Херсона, американский генерал Марк Милли призывает начать переговоры уже сейчас. Уход российской армии из Херсона может открыть окно возможностей для проведения переговоров между Украиной и Россией. И в самой России в последнее время о диалоге заявляли чуть ли не все путинские шуты. Такая необходимость для России, безусловно, существует. Ведь после многих поражений на поле боя им нужна пауза, которую они, возможно, могут использовать как подготовку к новым атакам. На неофициальном таком кулуарном уровне переговоры между США и Россией также осуществляются. Просто мы о них не слышим. И я думаю, что есть сигналы из Москвы о том, что они готовы к решению этого вопроса и выходе из войны. Что же касается Соединенных Штатов, то недавний переезд в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана связывают именно с позицией Украины по переговорам. Логика позиции США в этом вопросе скорее в создании предпосылок к переговорам, нежели к проведению их уже в ближайшее время. Американцы, видимо, считают, что полный отказ от переговоров с Украиной может завести ситуацию в тупик и влияет на позицию других стран, вероятно, европейских столиц. Впрочем, некие изменения в позиции Украины все же произошли. Логика Зеленского не поменялась. Единственное, что оттуда выпало, один тезис, это о том, что с этим президентом говорить Зеленский не будет. Тем не менее, в Украине хорошо понимают, что единственным предметом для вероятных переговоров между странами может стать только полный отвод российской армии. А если в России на это не пойдут, тогда стоит ждать украинской армии на границах 1991 года. Тогда у Российской Федерации особо без вариантов.